Мама часто говорила мне, Ира, останешься старой девой, а я отвечала, что может старой буду, но девой не останусь любила шутить актриса Ирина Шевчук. По советским меркам она, и правда вышла замуж слишком поздно, когда ей было почти 30 лет. Причина тому невероятная востребованность в профессии, и первая любовь, которая обернулась для звезды настоящей трагедией. С Толгатом Нигматулиным Шевчук познакомилась еще во время учебы во ВГИКе. Их роман продолжался два года, и тогда будущая звезда кино была готова пойти на все, лишь бы сохранить отношения. Я, конечно, чувствовала, что у него кто-то есть. Потом узнала, что он встречается со своей бывшей девушкой. Решила, что все, теперь я не должна его слышать и видеть. В буквальном смысле убегала, если различала его голос в толпе поделилась воспоминаниями артистка. Позднее, когда Шевчук уже была замужем, жизнь снова свела ее с Нигматулиным. Они вспомнили о прошлом, поговорили о прежних чувствах, но тогда Ирина Борисовна не могла даже предположить, какое потрясение ее ждет. В будущем его убили. Он приехал в Прибалтику с какими-то своими гуру. Они требовали с него деньги и забили до смерти. Он мог сопротивляться, но видно так были промыты мозги, что он этого не делал. Это страшно. Для меня это закрытая история. Я потом познакомилась с его женой Венерой и даже она не подозревала, с какими страшными людьми он общается. Рассказала артистка Талгат Нигматуллин погиб в возрасте 35 лет. Фото кадра из фильма Талгат Нигматуллин действительно состоял в секте и погиб от рук ее членов в возрасте 35 лет. На тот момент он уже успел сыграть несколько заметных ролей, в том числе и в фильме «Пираты XX века». Именно поэтому смерть именитого артиста расследовали так тщательно. Сотрудникам милиции удалось выяснить, что звезде нанесли более 100 ударов и он скончался от полученных травм. На момент смерти бывшего возлюбленного Ирина Борисовна уже была замужем. Ее избранником стал Александр Афанасьев, именитый композитор, который долго добивался расположения актрисы. В браке родилась единственная дочь Александра, которой было суждено пойти по стопам матери. По словам Шевчук, она долго противилась выбору дочери, но в итоге талант взял верх над родительскими принципами. Звезда фильма «Азори здесь тихие» никогда не отрицала, что семья находилась для нее на первом месте в списке приоритетов. Она проводила много времени с близкими, но в 2013 году артистку ожидала новые потрясения. Ее единственная дочь Александра попала в серьезную автомобильную аварию. Наследница Шевчук провела несколько дней в коме, но все-таки одержала победу в борьбе за жизнь. Сашка находилась в состоянии искусственного сна. Врачи сказали нам взять ее за руки, ведь она все чувствует. Тогда она нам сжала руки, и это было счастье. Потом мы забирали ее домой лысую с травмой головы. Я помню все эти маленькие победы, как мы молились. Знаете, человеческая жизнь так хрупка, ее нужно беречь, подчеркнула актриса. Актриса Ирина Шевчук часто посещает светские мероприятия с дочерью Александрой Фото, лиджин медиа Ирина Шевчук и сейчас продолжает играть в кино. Иногда она появляется в фильмах и сериалах вместе с дочерью. Актриса всегда считала, что ей крупно повезло, ведь в ее жизни была и большая любовь, и семейное счастье, и востребованность в профессии. Я мечтаю сыграть пронзительную роль на разрыв, чтобы люди, посмотревшие фильм, осознали ценность жизни. Не знаю, успею ли, но очень хочу, призналась артистка в финале программы «Судьба человека». Клэс Поуст 625 491 подписчик.